привет друзья среда среда вот завтракать собираемся картошку бабушка жарит на обед фаршок растаяли вот сейчас будем придумывать что делать я на работу сейчас уйду фима что ест как всегда скажи свои хлопья да он без хлопьев с утра не живет но может и хорошо для пищеварения вот а я себе какао грею и растягая вчерашнего холодильнике взяла сейчас разогрею доем его уже купила вчера который в кулинарии вот что еще фадей у нас на медосмотр уехал 8 40 ему ну вот с бабушкой удивляемся насколько разные характеры говорим он же самостоятельно поехал то есть как бы без класса он как самый маленький в классе оказался ему медосмотр в том году всем классом не проходил с ними а сегодня его вызвали одного из класса чтобы он в другую школу пошел куда-то там учительскую в общем матвей бы у нас наверное не решился в его возрасте точно один да это он бы меня потащил сказал пойдем ты меня поведешь ну и пришлось бы мне идти а фаде он вот так вот решительно смело бабушка говорит это он и в нее такой смелый вот матвей мол в меня такой как бы это заяц так сказать да пугливый вот а фадея он бесстрашно пошел сегодня один на медосмотр так что посмотрим как сходит конечно насколько он там пробьется в очередях если они там есть да потому что сгонят всех часы 4 классы и и 5 кто-то может тоже не прошел поэтому не знаю как он попадет как ему повезет там потому что сами знаете когда к врачам это всегда нервотрепно конечно ребенку как он там не знаю посмотрим придет расскажет там я вам расскажу чего ты там где делаешь ты печку ходил топил а и замок ремонтировать пока я вставлять то а я не знаю ты вчера ты швырял швырял она по полу тебя валялась валялась потом ты куда делал наверно так она у тебя упала вот тут вот наверно в пакете ну ты ее обратно собирал вон она нет там посмотри ну вот сейчас найдем никуда не могла одеться чем-нибудь потеряется но в общем вот так ладно будем завтракать тогда вот дед делает не шпингалет это сделал деревяшку придел туда было не подходит по размеру будет выступать за ткани а а там то есть то ли тоже деревяшку откуда-то сейчас вкручусь железо просверлил нет а вкручиваешь то куда там деревяшка есть есть немножко а цепляться хватит да а чё ты шуруповерт там на теле ты унес туда в дом забыл принести все понятно как хорошо теперь это горят долго они не быстро долго горят я вчера на ноги направил никто не замерз ничего даже не как не допили что коммента берите когда ходите чё сделаешь посижу без него все с камином чем плохо что дать я здесь здесь я я расскажу чем плохо что воздух кислород у нас как-то выгорает здесь потолок очень низкий и если долго камин топится больше там двух часов до он съедает кислород весь и получается что я начинаю спать хотеть здесь и все и поэтому приходится проветривать в срочном порядке один раз вообще помнишь угорела тогда угорел не угорел от нее тут нет угарного газа но кислорода не стало и у меня пошло кислорода видимо голодание я не знала еще а холодина была зимой и и у меня пошли черные круги такие в глазах и вообще как будто не вижу ничего вот я уж думал у меня что-то с глазами случилось вот но видимо вот это вот такой эффект когда кислородное голодание начинается затемнением этого зрения и как будто бы вот круги какие-то в мишени в глазах как будто плавают и они застилают прям не видишь ничего вот я тогда два дня отходила после этого но с тех пор проветриваем да то есть мы стопили камин проветривала тогда уже работаем здесь и по периодически на проветриваю что говорю помещение такое кислороду мало поступает все это для тепла все даже наверное для безопасности надежнее тогда чем-то собачка язычком еле-еле цеплялась чё хома съела-то ой тебя воды нету ты воду допил да сейчас воду менять будем маленько то есть знаешь что знаю я тебе пока эту маленько ставлю ее допивай а потом я приду когда на работу я тебе налью ладно я сейчас некогда королю пошла давай все пошла и вообще у меня голова синий кружится вроде не ветра не снега по да ничего встала у меня голова-то отопление добавил доме уютнее что тепло вчера же с котлом то мы разобрались да с котлом говорю разобрались оказывается дед когда вот делал то чем там делать у нас а ну в тир то проводил эти провода свои ремонтировал отключал счетчик и у нас котел выключался и видимо вот из этого выключения произошло какой-то электронный сбой просто поэтому это не за ветра у нас котел вчера не работал как оказалось а именно надо было обнулить вот эту электронику он вчера просто из розетки выткнул подождал но я ему так и сказал я говорю я всегда так делаю выткнуть надо и снова какая-то электроника она может прийти в чувство общем так и вышло в общем воткнул обратно и он у нас начал температуру уже набирать нормально так что сейчас тепло в доме все нормально ой ладно все обед друзья сейчас пришла котлеты первую партию откинули вот индюшать она разваливается маленькой хоть и яйцо положили все равно на такое мясо то дюшать она получается зато критическая зато потом хоть они и жареные но так сказать никакого влияния на печень на нашу не будут отказываться особо но мы их как потихоньку жарим то не то что пережариваем мясо поэтому в общем так Алеша уже ест соуса вон там взялся камеру поснимать ушел с места потому что меня никто не не снимает и маша что ты делаешь но любимое место под столом играть вот компотик смотрите как у бабушка сварил яблочные еще яблочки тети ирины есть вот он наш подливчик такой я его сегодня и что там еще иди покажи греча а греча ой да тут уже показывать они тут кто не это я тут клава этот этот носорек взял всю гречу выворотил из мультиварки на стол ну так вот друзья в общем а я уже поел ушел рассказываю вам наши новости во первых сейчас звонил мой дядя сережа его дочка наташа это моя двоюродная сестра получается она родила ребенка это у нее четвертый ребенок уже мальчика родила вчера ну держали они это в очень большой тайне поэтому мы и не знали в общем вчера вот она и прокисарили ее мальчик родился хороший мальчик большой на 3 с лишним килограмма 50 сантиметров то есть все нормально так что их поздравляем вот вторая какая новость алёша прислал вернее алёше прислали на работу документ что наша школа будет отдыхать не одно две недели то есть каникулы у нас будут до 15 ноября все-таки продлили как и советовал губернатор школам продлить каникулы не одно две недели сделать в общем так и сделали так что у меня это тоже не может не радовать будут дела свои дела домашние это хорошо для меня так что еще а ну сегодня у нас с вами 700 подписчиков уже на канале хроники до большой семьи поэтому по этому поводу чего-то я затеваю сейчас тортик сделать тортик тоже один из моих любимых буду делать птичьи молоко но уже прям таки прям по советским стандартам взяла старую старую книгу 80-х годов буду делать по этим поэтому рецепту сегодня и буду снимать для делов хозяйских поэтому кому надо посмотрите кто любит птичьи молоко будет обалденно вот что еще еще какую-то новость хотел сказать а ну ходи исходил на медосмотр ему даже кровь там из пальца взяли был хирург был окулист окулист как увидел что у него катаракт обоих глаз что у него хрусталики замененные искусственные даже смотреть его не стала сказала приходи ко мне на прием я не знаю зачем он сказал мы полгода назад были как бы еще в принципе у нас время позволяет можно попозже сходить когда коронавирус утихнет зачем сейчас ходи заразу ловить непонятно так что мы скорее всего все-таки к весне склоняемся ближе сходим но это как бы для профилактики ходим просто смотрим как у него зрение падает не падает там вообще как он глаза вот поэтому все-таки будем на весну планировать когда стихнет коронавирус пока я не хочу идти единственное что мочу ему сказали принести в больницу надо с утра завтра сдать в общем анализ дали бумажку направление поэтому придется завтра с утра встать пораньше отвести баночку поставить что еще что еще да собственно и все больше то никакие а невролог еще был невролог был врач говорит по коленке постучал хирург там спину смотрел в общем больше никого и не было по моему там лор не был не был очень все нормально он довольно быстро прошел в общем то там вдруг у них был оказывается из класса один еще мальчик был он не знал что иску еще кто-то из его класса пойдет в общем там встретился все уже смело прошел в первых рядах так скажем и пришел домой уже в 10 он сам пришел пешком пришел где этого не поехал но он деду позвонил деда мне идти ли пешку или ты мне за мной приедешь я горит может хочу больше пройти потому что друзей встретил хочу с ними мог пройти дед сказал ну иди ну и все то что сам пришел вот котлетки у меня дожарились вторая партия получше получилось не знаю в чем там было дело но почему-то как сказать это не уследили может быть потому что бабушка своими делами компотами занималась дело котлеты видимо то ли они не знаю почему то первая не очень удачно вторая хорошая получилась партия вот ну ладно неважно общем сидят то все все равно делаю сейчас тортик а потом пойду еще на уроки я еще работать сегодня буду я говорю эту неделю то я дорабатываю до конца с воде им надо уроки поделать учительница математики которая у нас болела четыре недели аж целых видимо тоже коронавирус был может и нет конечно но не буду говорить не знаю потому что но ее четыре недели не было вот и вчера она появилась и ватсапе сразу ее добавили все сказала скидывать ей домашние сегодня она скинула нам целый лист а в общем надо выполнять домашнюю фадею хотя оценки за четверть уже стоят все друзья пока на этом новости закончились фадею сейчас он убирать буду за ним все успеваю убираю только пособил нас дрейдет этот механизм свой правда я пока не понимаю как это будет работать но это понятно да я тоже думаю что то непонятно пока вот мастерю продолжаю покажи нам как получается как называется заводские испытания а у меня тут свои процессы идут вышла я друзья немножко прогуляться сегодня видите капель у нас и до уйду лед под ногами прям таки ну таять сейчас начала после обеда с утра вообще была катушка здесь наверно но я не хотела слабо да иду иду пробираюсь так чтобы не упасть вот ребята гуляют ты собрал такую кучку молодец матвей с ним гуляет ходит матвея надо батут снимать что-то сделать надо давай деду задание пусть тебе притягивать притягивалку эту ты сделает или найдет она же где-то есть чтобы пружины снять надо их притянуть такая гвоздик у деда загнутый был да ишь как снежок прудет с тобой только не валяйся в нем фима ну как опишу надену шею продует опять все недавно жаловался что что-то шея болит сзади боку с одного не болит уже но так ладно вот то ли спал неудачно ты то ли продувает тебя вот я не знаю да а ты чё упасть хочешь чупа-чупс напихал в рот калины еще не снимали будем вот снимать как руки не доходят сегодня накрутилась навертелась и на кухне в общем и вышла хоть проветриться перед обедом а то и аппетита нет что-то фима тут на ягоде не ходи эту ягоду повредишь маленькую и чупаскреб уже ягоду у меня вот наверное пока дошла до сюда до хоме сорвущую травку ветер с утра не было вообще ветра сейчас опять ветер тетя ирина кормушку уже для птичек повешал уже кормит не все голуби обычно на участке нам берет семечки прям кидают ой вот она моя травишка то для хома маленькая еще нарвем продлим ему лето а там уже сено так-то морские свинки любят сено тоже погрызть ой с корнями выдрала неохота чистить вот но тортик обалденный должен быть все вроде как хорошо так получилось сейчас поставила его вставать холодильник доделаю так яблочек больше нет оп оп груша тоже голая стоит еще вот такой травки такой тоже любит сорву вот я ему лажу он дня два или три есть потом эту всю траву но все до капельки съедает вот такие дела вот сейчас я пообедаю да на работу отправлюсь ребятишки гуляет ответы куртку замажешь калиной ты ее аккуратнее а то они берут ее давят эту калину брызгает она в разные стороны на куртку тоже особенно эфиму скажи кто вообще не аккуратно это делает потом приходится цитировать ягодные пятна вот ну ладно покралась обратно потихоньку нет ветер поднялся с утра было все тихо-тихо сейчас ветрюга неприятно пошла я от опять что-нибудь не продует опять буду кутаться в шаль кстати матвея вот прививку я не помню говорила вам нет что ставили ему полимелит и дифтерию как 14 лет положено в общем его ну и весь класс вызывали ставить эту прививку в общем полимелит капли в рот дали а дифтерию в руку ему поставили и у него до того опухла это рука сейчас прям вот такое вот пятно красное и уплотненное вот я не знаю норма это ли не норма но еще подождем конечно недельку может и на убывание пойдет не пойдет будем смотреть на чет не знаю но вообще конечно от гриппа вот когда ставят прививку допустим алёша я-то не ставлю я чуть это ему на работе ставят я никуда не хожу докладно вот на работе ему ставят прививку от гриппа допустим и у него тоже рука также такое-то пятно и уплотнение получается ну то есть вроде бы наверное нормально с другой стороны он жалуется прям на руку что у него прямо это болит шишка то как бы какого-нибудь грязь не занесли от переживаю что абсцесса не было бывает и тоже такое вот но так так в принципе если кому интересно мое мнение про прививки то мы прививки всегда все детям ставим то есть по графику но это каждый сам себе решает вот конечно хочу только не пишут про эти прививки всякие ужасы начинают рассказывать вот но не знаю я говорю как у каждого свое мнение на этот момент поэтому по этому пункту да то есть ну в общем не знаю смотрите это я конечно никого не это я просто говорю что мы ставим все прививки у нас дети с самого рождения все прививайте смотрите мои розочки то да скотт который свердного то я все вам показываю они у меня как вы помните тут заболели мученистая роса по ним пошла я их взяла вот у меня прям стоит бутылек я их опрыскала этим фитос чем фитоспорином нет я по моему ордан разводила слушать ордан по моему развила такой более жесткий препарат противогрибковый и от насекомых сразу думаю вдруг паутины клещ тоже есть развернуть другой стороны вот то одна боку будут развиваться все время кручу верчу запутать хочу вот а вот этот в общем я обрызгала их увидим листики чистые стали более-менее но если ездит но я еще в общем продолжаю это делать раз в две недели то точно опрыскиваю их чтобы не было этой штуки вот но так-то ничего не меня радует смотрите вот это все новые побеги пошли и здесь даже ведь и бутончик у меня вышел новенький это уже в домашних условиях он зародился без всяких там добавок которые в магазинах может добавляют чтобы они цвели активно ну вот а этот у меня вообще это он же у меня в тиблице был его там вместе с земляникой с виноградом по паутинный клещ хорошо почистить почикал да я его принесла он у меня бедненький вот ведь весь вот такой дырявый был вот а потом все фоника это пошел гулять к ребятам только застегливую куртку там ветер сильный фадей шею застегивай вот и вот и видите он уже какие у меня побеги дома дал вот это уже дома эти светло-зелененькие такие вот то есть в принципе они живут не умирают так что потихоньку посмотрим что будет дальше ну и кактусики мои которые тоже у меня из верного который я спасла от верного чтобы они там не сохли кстати так обидно некоторые кактусы до сих пор там стоят еще вот с тех времен как я вот эти покупала мои уж кстати подросли наверно в полтора раза вот а там видите вот этот настолько подрос прям видно как они растут после пересадки я пересадила сразу а некоторые так и стоят в магазине и так их жалко они прямо это где они их прям засунули куда-то в темное такое где орешки у них лежат на развесе туда засунули в эту полку и чувствую никто не поливает никому не нужны так что я говорю правильно я называю спасение цветов от верного вот как могу ну что нагуляться уже пришел нет ты сережу ждешь ну ладно ну в общем я пошла обедать хома обедает и я пошла обедать друзья я отработала пришла сегодня меня девочка последняя не пришла потому что у нее брат заболел и не знаю чем заболел может быть и горит и коронавирус то его знает лучше не поедем вас заражать ну и слава богу общем не приехали ну и ладно так но я закончила тортик села его отведывать попробовать самое первое налила компотик яблочный он еще тепленький вот так что буду сейчас есть торт который я и постряпала собственно в вашу честь так что в вашу честь и буду его сейчас есть с удовольствием да то есть у нас сегодня 700 еще раз говорю подписчиков вот всем вам огромное спасибо за то что подписались за что смотрите нас вот нам это очень приятно что вам нравится что ли то что мы снимаем вообще в принципе что что мы вам нравимся как люди вот я уверена что вы тоже такие же замечательные люди как все наши друзья потому что я считаю хорошим людям всегда притягивать столько хорошие люди правильно а вот и пацаны пришли чё торт хотим на сейчас нарежу но и что забыла что-то перед камерой фима но это же артист растет нет у нас картошку уже нарезал корове нет я его попробую сначала вкусный попробовать же надо съедобный съедобный столько туда продуктов вкусных ушло конечно съедобный в общем кому надо рецепт тут еще раз говорю на дела хозяйских смотрите он есть полпое появится сегодня появился вот ну все алёшу ждем сейчас алёша через 20 минут приехать и мать что-то музыка у нас давайте лучше выносить ведра что-то со своими играми это сама математику сделать пойдем кстати говоря обязательно сегодня сделать и потому что марина александровна ждет да оценки нам выставили почти все теперь могу огласить официальный результат получается у матвея 11 пятерок и так 5 четверок у фадея 10 пятерок и три четверки посчитай я вообще удивилась то ли учителя что-то перепроверили но смысле до проверили работали что потому что были совсем другие результаты я вот сейчас считала сидел прямо считала а то я раньше оглашала твои цифры которые ты потом думал как так много предметов не может быть сама себе посчитала вот такие общем результаты вообще очень хорошие да лучше лучше ты учишься молодец молодец повзрослел парень потому лучше учиться стал ну ладно в общем давайте попробую сейчас тортелло что он себя представляет его надо это холоде только держать птичьи молоко тает это суфлешка быстренько видите какой тип astero yes правильной на грамки за что shox так вкуснота так как в mmm я То, что хотел, то и получил Вкусный торт Папка пришел у нас на ужин Ну, в смысле, с работы пришел И ужин отсел сразу Да, слушайте, торт Уже разобрали, вот это Фиме Отрезала кусочек, сейчас буду его кормить Он просит Вот, слушайте, когда делаешь торт, так уж знаю, что здесь Ничего нет Плохого для детей Вот, смотрите, половины уже нет Доели Вот такие дела Так что едят Наша компания на два раза называется Такой тортище, да, полдня делала Да не, не полдня Торт на один живок Ага, на один живок Килограмма, наверное, на два Слишне получилось Ну, что, кушаем? Что-то ты такой задумчивый Устал, что ли Вот так Пошли давай Вот луна Луна, да ты что? Луну стало видно, точно Смотрите, скоро полнолуние Нет, скоро Голубая луна Голубая луна Посмотрю, как там он поживает Снег хрустит под ногами Зима зимой Вот, правда, смотрите, сегодня небо со звездами Эти звезды Вот оно Небо какое сегодня у нас Облака, правда, есть Ну и звезды видно И даже луну Сейчас мы ее увидим Чего она там голубая Вон, смотрите, какая красота Видно стало Давно луну не видела Вот она Тима, ну-ка встань С земли Ну что ты? Сейчас весь комбинезон замараешь Ну И та тоже Козуля По полю опять носится Сейчас вся грязная Домой прибежит, конечно Ой Выпустили Козла в огород Называется Козу только Ефимий Что-то ты дуришь Не дурю Кошеть Так Что, кушать хотим? Хотим кушать, да? Хотим Да, хотим Это без такой Цепь ту Да, сейчас пойдем Вот здесь поглядим Так Ой А что у вас опять вода выбежала? Или это еще со вчерашнего? Нет Вчера, короче, застопорилась Ниппельная одна Ниппель Да, походу Походу это сегодня Видишь, опять лужа стоит Уууу Фима, не ходи по какке всякой Люблю Горова Тише Ниппель выбегает один И он вот Они Идут вот они Поилки И что-то выбежала То ли это вчера То ли Сегодня не поняла Наверное, сегодня Потому что ведро-то Оу Наполовину Не знаю, вообще-то Сейчас Алеша придет Разбираться будет Ой Так Ну а ты что, Борис У тебя-то хоть все нормально Тут нет В твоем отделении Опять, Алеша? Ага Блин И что делать? Я не знаю Что-то сломался Ниппель один, похоже, да? Ну что, что Кастрюлю ставь Пои так По старинке Пока не поймем В чем дело Но надо, наверное Потому что я Вчера на ночь оставлял Все нормально На ночь нормально А в чем может быть Дело-то? Может быть Заедать ниппель стал Как бы, да? Сам ниппель Ну, вообще-то Их ведь не зря меняют Почему-то Это ниппеля Запасные продают Может быть Надо это Фима Потрольешь Да? Фима, не надо Не надо Не надо Не дури Пойдем к Борису Зайдем Папа почистит воду Берет Фима Он голодный Чтобы ты не укусил Не надо Погладить Так погладить Он голодный Конечно, его гладь Борь Бойка Бойка Вот тебе Бойка Ну, узкоглазый Ты наш Глазок Маленький А, вот они свинки такие Глаза у них маленькие Да Слушай, мы можем То, что вода уже Грязно Стало А как она могла Грязно Быть Ну, то уже Дивишься Муч Нет, я Ну, понимаешь Ниппель Он все равно Ходил свободно Я думаю Знаешь, что надо Сделать Пока им Кастрюльку поставить А эту ниппельную Систему снять И унести Деду показать На апробацию Пусть он Повозится С ней Посмотрит Почему вода-то Выбегает Зачем Это варежки Снимать Не надо Ручки Не надо Замараешь Пусть варежки Лучше будут Пожалуйста Пожалуйста Ты тут оставишь И там Есть А полвидрата Ведь все равно Алюша Есть Не все же Вытекло Не трогай Ты его без варежек Фима Он же грязный Ну, понюхай Сейчас руку Вот именно Так Да ты хороший парень Да ты умница Да ты умница В общем Поставили мы им Кастрюлю пока Может быть Подмерзает Подумали Может что-нибудь Где-нибудь Ниппеля подмерзает Поэтому так Не работает На лето Эту систему Матвей пришел С нами Посидеть На мешках Сейчас папа возьмет Корм И пойдете Так Идем Давай Пойдем Так Иди Зарезай Ого Зарезай Сейчас опять будет Переполох Яйца Яйца Не знаю Папа Хвост петуха Гонять Петуха Отпусти петуха Зарезай Зарезай А что-то курица Упала Так Ее прижали Что-ли Она что валяется Или она больная Лучше прижали А вот эта курица Больная что-ли Алеша Где Вот эта вот Не встает на ноги Это утина Тина Фим Короче Не надо Смотрите А то он их выгонится Тина Что ты делаешь? Тина А ты что такая грязная? Фу Фу Сейчас все-таки Здесь в этой грязной Так Ну-ка А где у них Это Метла Тебя обместит Ты почему такая грязная? Ты где уже успела? Смотри на него Он только и старается Посмотреть на него Всех перещупал Всех кур перещупал Да что ж такое? Зачем ты уток? Фима Так Я сейчас Так Она несется Ты ее пугаешь Она не будет нестись нам Прекрати Хорошо Не позволяй ты ему уток Оттаскать Все Хорош Сядь на сторонку Пусть они поедят Иди давай девушка Поймать девушку хочет Ого Поймал Поймал Ага Все пошли Все уже сейчас Нет еще Ефимий И сел И что? Что? Ты сел сидит Сидит Тебе нравится С девушкой сидеть? Ну все Отпускай Он ей здесь пойдет Колыбей Ну понятно Он сыпит так навеки Так утки мы не трогаем Уток мы не трогаем Хватит сей курей Хорошая девушка попалась Смирная Кроткая На Матвей На Матвейку посмотри Да? Ой Кошмар какой Все Фим Папа закончил здесь Пойдем давай Борю смотреть Что-то есть? Да никого нету Она ничего не видит Там замерзло стекло Все Пойдем Папа зовет тебя Пойдем Все Хорош Фим Всех девок перещупал Пошли Фима Пойдем Пойдем Да что сейчас-то? Все Она не хочет Все Отпускай Все Отпускай Все Это истинничка Адай Пойдем Ты идиллина А ты прыгаешь Сколько же прыгать-то? Ой Вот ты мне куст Точно сломаешь За зиму Алюша Ты в этот куст Палку поставь Переломают Они все Ой Беда Да конечно Беда Всех курзом Мучил Боря Боря Кушать будет Ай Боря Кушать будет Отмечется Тоже Ты уж Петра Сговорил Ты что Ешь Не сменил Еще мухи живые Есть Да нет Ну как это нет Ну вот она Единственная ползает Какая холодина Какие мухи Ой ну ладно Все Всех накормили Можно идти Домой Пошли Все Утка Придут они Сейчас Куры Перевернут Ну и ладно Пусть собирает С пола Вот Все Управились Пошли домой Да ладно Да ладно Не пугайте Настя Своими бегами Набегами Ну друзья Дома мы сейчас Уже Девятый час Пойдет Всем привет Всем привет Зачем Все это делается Ну видимо Надо делать Так что делаем Фим Что делаешь Там мясо Зачем тебе туда Там мороженки нету Нету мороженого Одно мясо Ты что хочешь Коктейль что ли опять Нету А что хочешь Ну ребята Ладно Сделаю Сейчас Наверное Коктейль Да Да Дурилка Ладно Все друзья В общем С вами прощаемся Сделаем Сейчас Коктейль Тима Не дури Коктейль Буду делать Сейчас Как еще Из мороженого С ягодой Ладно Друзья Пока До завтра Алло